В начале нашей работы я хочу представить слово нашим гостям из Управления образования Юлии Алексеевне и Татьяне Геннадьевне. Пожалуйста. Добрый день, дорогие хозяева, уважаемые гости. Сегодня мы присутствуем на этом замечательном, прекрасном литературно-художественном фестивале «Рубцовская осень». Фестиваль традиционный. Традиция началась здесь, в Домозеровской школе. Она продолжается и уже на сегодняшний день мы, наверное, можем сказать, что фестиваль стал не только школьным, фестиваль районный. Потому что, глядя в этот полный зал, мы видим, сколько людей готовилось к фестивалю, сколько гостей нашло время, чтобы приехать и с удовольствием поучаствовать. От имени Управления образования хотелось бы выразить благодарность Домозеровской школе за активную работу по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, сохранению литературного наследия Вологодского края, проведение на высоком уровне традиционного районного фестиваля «Рубцовская осень». Ну и, конечно, хочется отметить музу этого фестиваля, Чукаеву Ирину Николаевну, которая столько сил отдает для того, чтобы организовать это творческое мероприятие для всего района. Спасибо вам большое, Ирина Николаевна. От нас огромный подарок. Спасибо. Всем успехов сегодня и хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляем вас с началом седьмого районного фестиваля «Рубцовская осень». Сегодня он посвящается Ольге Фрокиной, которая 2 сентября этого года отметила свой юбилей. Родные звуки, родины над ней, Реки неугомонны в Арматалье, Догукая лесное пукованье, Под шорох созревания полей, Простые краски северных широт, Румяный клевер, Лен голубоватый, Да солнца блеск немного виноватый, Да облака, плывущие в разброд. Плывут неторопливо, словно ждут, Что я рванусь за ними, как когда-то, Но мне теперь не меньше их крылатой, Мне все равно, куда они плывут. Какие земли с высот лазурных облюбуют, Какие океаны околдуют И соберут их звонкую копель. Сижу одна на тихом берегу, Варю картошку на родном огнище, И счастье ходит по душе и прыжет, Как этот кипяток по чугунку. Другим без сожаленья отдаю Затянутые иных земель картинки, И падают веселые дождинки На голову счастливую маду. В деревне Аркемельской, Витоминского района Архангельской области, Семья Александра Ивановича и Клавдии Андреевны Фокина, Появился на свет долгожданный ребенок, Дочка Оленька. В семье уже подостали трое сыновей. Это произошло 2 сентября 1937 года. Дедство было радостным и счастливым. Все перечеркнула война. Будущей поэтессе было всего 3 годика. Зимой 41-го года отца взяли на фронт. Вернулся он в 43-м, Больной туберкулезом. Скоро его не стало. Станут слезы комом в горле. Удержи их, убеди. Это горюшко, не горе. Горе будет впереди. Приструни себя пожестче. Поговорку призови. Хорошо, мол, наживешься. Ты, брат, худо поживи. Дай себя на перевязку. Песни, певанные отцом. Вспомни материну сказку с утешительным концом. И минует черный вечер. И пробьется светлый луч. И тепло по-человечье глянет небо из-за туч. Близо руки станешь зорким. И опять вздохнешь легко. Когда горе станет горкой. С горки видно далеко. Добрый день, дорогие друзья. Летом, ныне текущего года, ветеранская организация деревни Батра стала победителем грантового конкурса «Активное поколение», представив проект в этой деревне Огнине-Погашиной. Целью которого является создание клуба общения ветеранов и школьников. И для общения на первые, на грантовые, на эти вот средства мы разработали целую программу на 5 месяцев. Главным, конечно, мероприятием является поездка в Николу, на духовную родину Рубцова, которая у нас еще впереди. А пока мы поставили себе цель изучения жизни и творчества Николая Рубцова. Так как в этом году исполнилось 80-лет Ольги Фокиной, то первое заседание клуба мы, конечно же, посвятили Ольге Фокиной. И сейчас Алина Гусева прочитает стихотворение Ольги Фокиной в памяти Рубцова. Ольга Фокина в памяти Николая Рубцова. Он хотел, имел лишь это, склонно мыслить, быть поэтом. Но издатели глухие, куда слышали стихи. Он хотел совсем немного по России дать дорогу. В конце дороги той, хоть какой-нибудь постой, с неостревшую лежанку, с бабкой на свободе жадной, что дождливым вечерком угостило печеньком. Попадаясь чаще Фили, что немного говорили, а значит, реженький про них сочинял душевный стих. Жил пияпая, как птица, мог за клюпой наклониться. Сколь приманки не мелки, стал клевать, попал в селки. Ветер был, метель металась, весь петель сорвать пыталась. Этим югами реклам, он роднее был, чем нам. Удалось, открылась фортка, он лежал по птичьей кротко, на полу, ничком, ручком, под двухкрылым пиджачком. Сейчас исполнение ветеранского ансамбля «Товарочки» прозвучит песня на стихе Ольги Фокиной «Насмотрись, Зорька в речи». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зеленым, зелена, ты хорошая девушка, насмотрись на любимого. Скоро милому в армию скоро будешь одна. Разлилась только по небу, по лесам расплескалася, Покунулась румяная в серебрянку реку. Не успела я, бедная, насмотреться на милого. Радым рано на станцию уезжать по рингу. 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 Радым рано на станции уезжать по рингу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тихая зимняя ночь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светятся тихие, светятся чудные Слышится шум волыньи Были пути мои трудные, трудные Где ж ты, пичали мои? Были пути мои трудные, трудные Где ж ты, пичали мои? Кто мне сказал, что в Англии заметен Вдохнет покинутый луг? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал, друг? Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал, друг? В этой деревне огни не покажены Ты мне тоску не пророчь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь И мы приглашаем всех вас Нам в январе На открытие выставки Посвященной только нашего проекта Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому И сахаром Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я начну, пожалуй, с 4 строк до стихотворения «Зачем приходят в мир поэты Зачать гаргонию в стихах Чтобы не только звон монетный Остался в будущих веках» Вы знаете, Ольга Александровна Покина Это, на самом деле, классик и выдающийся поэт 20-21 века, поэт, выдающийся рассвета в Вологодской литературе, когда о Вологодской литературе всерьез говорили, как о литературной Вологодской школе. Я, например, не кипло, наверное, сердце, нарушаю от того, что она до сих пор жива, что с ней можно пообщаться, что она из форта проста в общении абсолютно, чтобы ей можно подойти, каким-то образом посоветоваться, показать какие-то свои вещи. Ну, это здорово, понимаете? То, что вы сейчас слышали, то, что вы читали, это как будто мы говорим о человеке каком-то, я не знаю, о памятнике, о пушке. Да нет, она, знаете, она как в фильме, понимаете? Она проста до сих пор, она абсолютно естественна в своей среде, когда она в деревне, когда она в зале в каком-то большом. Я вам просто несколько историй расскажу, чтобы не быть, вот, знаете, таким тоже официальным и так далее. Это примерно в 1969 год. Ольга Савровна сидит в одной из комнат, из двух комнат Вологодской писательской организации, читает журнал «Звезда». Заходит Николай Михайлович Рубцов. И сходу. И звезда звездою говорит. Ну, чудно. Чудный экспромт. Звезда читает звезду, говорит со звездой. Отлично. Вот вы слышали, что они познакомились в литературном институте. Хотите, расскажу вам эксклюзив, абсолютно эксклюзив, вот как они познакомились в литературном институте Рубцов и Фокина. Я слышал это от самой Амбулицы Анны, которая была, знаете, смущена очень, тем, что она вот рассказывает такие вещи. Она говорила, ну, может, это не надо, может, это, как бы, не совсем правильно рассказывать такие вещи о Рубцове, о себе. Но, тем не менее. Она уже заканчивала литературный институте в 1962 году, а Рубцов только в рога поступил. Ну, она знала, что будет учиться Коля Рубцов с Вологды, там, с Тотми, кто-то, да, ну, слуги разносятся. Тем более он был неоднозначным студентом, таким неординарным студентом, мягко говоря, уже в 1962 году. А там, знаете, были такие вот кусочки, ну, куда письма клали. Такая была вот стерна такой. Она посмотрела на АФ, писем от матери нет, писем, где нет никаких. Ну, она поднимается на свой этаж, идет, почему-то зашла она в комнату, где готовили пищу, там, где стояли плиты и прочее. Смотрит, лежит в пальто, в углу. Ну, она посмотрела, хорошее пальто такое, нормально, почему-то в грязном, ну, извините, такой, немножко заплеванном углу лежит это пальто. Таким кучей такое. Она девушка была сердобольная в то время, она была заместителем секретаря комсомольской организации, института. У нее, кстати говоря, в общежитии был, у нее был, поскольку она фельдшер была по своей профессии, вы слышали сегодня из этого, свой медпункт, за который она получала тоже там полставки, как за медработника. Ну, это все-таки факты, а у Ольги Санни тоже любопытно, которая, может быть, не сильно афицируется, а может быть, никто и не знает, в общем-то говоря. Она поднимает это пальто, а еще пальто, не написано. Она, извините, как лезут в карман этого пальто, а там мне письмо Ольги Санни Хокиной. Интересно, говорит, что такое за пальто, и мое письмо в этом пальто в кармане. Ну, начинаю объяснять, говорят, до этого у Коля Рубцов тут зашел, забежал, заговорился, куда-то убежал, пальто кинул, оставил. Вот так они познакомились. Оказалось, что Рубцов тоже, зная о том, что Ольга Санна Хокина, значит, учится в Литинституте, тоже человек сердобольный. Дэйка думает, занесу в ее комнату это письмо, значит, взял, занесу ей, замотался, забыл все. Вот так они познакомились. С такого, можно сказать, ну, небольшой несуразицы, так сказать, какой-то такой, да, но тем не менее, вот они были дружны. Ольга Санна пишет коррупцию и правду, пишет так, как есть. Вот посмотрите, пожалуйста, вот это, вот он сам такая вот, ну, примерно 70-е годы, вот она дает автографы. Примерно то самое время, когда она в 63-м году выпустила вот эту книжечку «Сыр-бор», эту книжечку предисловия написал Борис Шергин, великолепный сказочник, значит, архангельский, вот это «Волшебное кольцо», «Мартынка», мультфильмы, это вот его, так сказать, Бориса Шергина. Ольга Санна очень гордилась тем, что, ну, такая величина тогдашняя архангельская, значит, написала предисловие. Ну, отдельная история, что он ее сильно хвалил, захвалил, ей опять было очень неудобно, потому что она бы еще была молодая поэтесса, но тем не менее, вот в 63-й год это для Ольги Санны был какой-то, видимо, знаете, такой, ну, принципиальный год. Она, значит, закончила уже институт, литинститут, она, значит, переехала в Вологду, отдельная история, как-то мне сложилось ее в Архангельске, пригласили в Волгу, переехала, она стала в Вологде сразу же литконсультантом газеты «Вологодский комсомолец», ей дали комнату, потом родилась Инга, дали ей однокомнатную квартиру, потом родился Александр, дали двухкомнатную квартиру, ну, и так далее, и так далее. То есть у нее все складывалось великолепно в Вологде, поэтому она, наверное, все-таки не только Архангельская поэтесса, но она еще и Вологодская поэтесса, да? Вот у нее вышла первая книга стихов, за которую, ну, там сказали, вроде бы, там, замоков день, нет, за эту книжку ее приняли в Союз писателей России, это, конечно, для нее было громадное событие, она как-то стала востребована вот в это время, понимаете? Ее приглашают в Союз писателей выступать, ее приглашают различные московские, значит, залы какие-то выступать, серьезные залы. Вот девушка из Климовской школы, да, я был потрясен, как вы читали стихотворение, да, в матери, да, вот об этом стихотворении, например, я вам чуть-чуть расскажу. Ольга Александровна написала его и начала читать его потихонечку с больших, с приличных трибун таких, вот, на больших собраниях, это стихотворение вызывало бурю оваций, какое-то сопереживание с зала и так далее. К ней подходят товарищи из Комитета государственной безопасности, тогда говорят, Оля, а вы давайте больше не читайте это стихотворение, там, ну, немножко, знаете, вот, не так говорится о советской власти, ну, как бы, давайте мы не будем. Она в своих воспоминаниях рассказывает, говорит, что они, вроде бы, неплохое стихотворение так хорошо принимают, взяла и обратно читать начинают, на второй день читать начинают. В этом я в зале присутствует была Ахатова-Нахмадулина, тогдашняя, ну, я не знаю, там, звезда небосклона этих шестидесятников, там, Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, вот, четверка, так сказать, этих шестидесятников, которая, лицо этих шестидесятников, поэзии того времени, значит, Божья читает стихи, ее написано, ее написано, Ахмадулина выходит, и не то, зал уже не так ее воспринимает. Второе дело, она читает на следующий зал, опять Ахмадулина, значит, приходит, опять та же самая картина, надо было на третий вечер, ну, или на этой неделе, как бы, она как вспоминает, надо было читать стихи в колонном зале Дома Союзов. Это вообще, в те годы, это был самый шикарный зал, какой только можно было себе представить, понимаете, в это время, значит, Ольга Фокина приходит, читает стихи, в том числе и стихи о матери, которые замечательно прочитала вот наша девушка здесь, из Климовской школы, вот, Ахмадулина уже не приходит. То ли побоялась, то ли конкурент, как она, то есть, я вот, например, когда этот факт узнаю и рассказываю, я, во-первых, испытываю гордость за Вологодскую поэзию, понимаете, за Ольгу Александровну Фокину. Ну, я хотел бы сказать, что, Берембовна, большое дело делается, не только в Союзе, не только о ком-то другом, ну, Ольга Александровна Фокина в свои 80 лет, конечно, заслуживает, наверное, и таких залов, естественно, потому что нам не попасть в те залы, где она проводит свои творческие вечера. Она, на самом деле, устала от этих творческих вечеров, ну, что ж, приходится, вот, нам, как бы, ну, говорить о ней, читать ее стихи, любить ее, в конце концов. Спасибо. Конечно, я хочу уходить. Я закончу. Так, во-первых, ваш подарок нам. Ну, вот, эту книгу подарить не могу, потому что это подписана моя книга. Сыр борода, первая книга, это, ну, такая раритетная вообще книга, вообще, надо такие книги в руки брать как можно реже, вообще, мне нравится. Первые книги любых поэтов, тем более подписные. Ну, а подарю вот сборники вологодских тоже поэтов, ну, в хорошем издании, там, в том числе, манилистом, стихи, и вот этот журнал на его 60-летие. Вам просто на память, в тебя музей, а там, в интернете. В музей и в технике. Так, сейчас еще не уходите. Еще не уходите. Вот. Так. А это диплом выдан Леониду Николаевичу Березову за участие в нашем фестивале. Поптовская осень. Спасибо. Будете его держать у себя, вспоминать про нашу школу. Поптовская осень началась, для меня, честно сказать, не сейчас, она началась еще в сентябре. В сентябре. Так, ну и, вот еще, кто остался, Леонид Николаевич мне поможет вручить эти дипломы. Затушенную. Спасибо, Леонид. Просто здорово, на самом деле, что... Не уходите, мы сейчас вместе сфотографируемся. Неландская школа. Держи. Вручайте, сейчас мы сфотографируемся, всех в кому соберем. Сейчас мы все вместе. Да. А вот так. Неландская школа. Где? Ой, они же мне не приехали. Да. Сотская школа, номер два. Вы хотите уходить в Киеве? Мне сегодня в парне понравится, который читает сфотографируемся. Ну, в Китае это женская поэзия, но здорово, что вы читаете. Молодцы. Мусорская школа. А они еще преподаватели? Все преподаватели тоже уходят, конечно, так же. Преподаватели вы хотите? Тоже уходите. Без вас бы этого все равно не было, так что вы хотите, конечно. Мусорская школа. Ливовская школа. За тебя. Преподаватели тоже вы хотите все. Давайте, вставайте. Сейчас у них делать вообще фотографии. Ливовская школа. Детям, детям, детям. Кто из Ливовской школы? Кто возьмет? Давайте, вставайте. Да, девочка. Ты молодец. Шукоботская школа. Молодцы все. Все молодцы. Все молодцы.